Продолжение следует... Спасибо, что вы снова с нами на портале Культура РФ от Министерства культуры Российской Федерации вместе с Библиотекой иностранной литературы, вместе с Республикой Сербской, вместе с Сербией. И у нас в программе, как уже вам знакомый, поэт, драматург, переводчик Зоран Костич. Зоран, добрый вечер. Добрый вечер. Также я хочу поприветствовать наших уважаемых сегодня гостей. Это Иван Федорович Прима, председатель Санкт-Петербургского общества русско-сербской дружбы, филолог, словист, преподаватель сербского языка и литературы, кандидат филологических наук, член Союза писателей России, автор книг и статей о Сербии, а также многочисленных переводов. Иван Федорович Прима сделал рецензию на книгу «30 русских поэтов» Зорана Костича, которую мы сегодня будем вместе с Зораном презентовать. Добрый вечер, Иван. Добрый вечер всем. Рады приеду. Добрый вечер, Сербима, кои нас чуют. Добрый вечер. На всякий случай по-сербски. Также с нами сегодня будет на видеосвязи Елена Ракета, представитель детского культурного центра «Жар-птица» при обществе «Русский театр» в Белграде. Елена Ракета – один из организаторов большого цикла «Вместе с Сербией», который называется «Читаем славян». С нами сегодня Елена Трепетова, актриса театра и кино, обладатель четырех международных гран-при за главную роль в фильме «Зверь, выходящий из моря», также художественный руководитель при Академии искусств Университета Республики Сербской. Елена, рада приветствовать вас. Спасибо, что вы с нами сегодня. Добрый вечер, и мне очень приятно. И давайте поприветствуем Надежду Костич, актрису театра и кино, выпускницу Академии искусств Университета города Баня-Лука. Елена и Надежда сегодня прочтут замечательные стихи русских поэтов, и я надеюсь, что мы услышим также эти прекрасные строки в переводах поэта Зорана Костича. Я предлагаю приступить к нашей беседе. Как я уже сказала, у нас будет приветственное слово от Елены Ракеты, с которой мы, в общем-то, и начали делать проект «Читаем славян». Немножко расскажу про проект, Елена дальше в видео продолжит. Данный проект «Читаем славян» знакомит заинтересованных людей с современной литературной и культурной жизнью в Сербии. С переводными изданиями на русском и сербском языках, а также помогает понять и прочувствовать истории текстов с помощью общения с авторами и переводчиками. И первым героем стал замечательный Зоран Костич. На первой встрече он выступил как автор текстов, как замечательный драматург. А сегодня мы пригласили Зорана на эту встречу для того, чтобы, ну, во-первых, поздравить его с выходом замечательной книги. Это поэтический сборник, который называется «30 русских поэтов». Зоран, похвастайтесь? Я могу похвастаться необыкновенно красивой заставкой, которая у меня сегодня на заднем фоне. Это вот как раз обложка книги Зорана Костича. Я надеюсь, что когда мы встретимся, то эта книжка попадет и в Россию, в библиотеку иностранной литературы, и читатели могут с ней ознакомиться. Прекрасно. Я надеюсь, что так и будет. Итак, дорогие друзья, внимание, приветственное слово Елена Ракета говорит из города Белград. Елена появилась на экране? Да, да. Да, да. Добрый день. В 2019 году участники Детского русского культурного центра «Жарптица» побывали в Центре славянской культуры в Государственной библиотеке иностранной литературы в Москве. Мы познакомились с Екатериной, ее коллегами, были радушно приняты. И с этого момента мы очень внимательно следим за деятельностью центра. В 2020 году я увидела цикл передач под названием «Поэт читает поэта», в которых происходили встречи болгарских, русских поэтов и переводчиков. Мне показалось, что нельзя обделять и Сербию такими прекрасными передачами. Ну, во-первых, потому что я живу в Сербии, в Белграде, очень люблю этот народ, и хотелось бы, чтобы россияне узнали больше о сербской культуре. Мне самой захотелось, как читателю, узнать больше о современных сербских поэтах, познакомить любителей поэзии в России с современными поэтами Сербии. Предлагая встречи с поэтами, я полагала, что в перспективе такое свидание даст толчок и к прочтению их произведений, к переводу их произведений. Честно говоря, конечно, моё стремление была доля авантюризма. Поскольку я не знаток сербской поэзии, но у меня не было ни минуты сомнений в том, что гении существуют и сегодня. Их нужно искать именно на сербской земле. Возвращаясь к началу истории, я напомню, что я являюсь координатором детского центра. Он, в свою очередь, одна из секций общества «Русский театр в Белграде». Поэтому в первую очередь я обратилась к одному из руководителей этого общества, Евгении Ешкиной Ковачевич, которая мне предложила познакомиться с господином Зоромом. И сегодня в моих руках книга, которую он подарил семье Ковачевич, Евгения и её муж Данила Ковачевич, сербские актёры, тимой театр. На первой странице я прочитала посвящение читателям, которое гласит, в переводе на русский, «Те, которые живут и умирают за достоинство человеческого рода». Я поняла, что господин Зором должен непременно стать героем передачи под номером один. Поэт с такой гражданской позицией и любовью к человечеству и своему народу многого стоит. Поэт, несмотря на давление, может защитить непокорный и победоносный дух своего народа. Поэт, который может напомнить мир о правдивой истории, должен быть интересен современникам. Именно он может рассказать правду о своей стране, о сербском народе, о его страданиях, о его победах, глазами очевидцев. И вместе с этим народом, мне кажется, господин Зором добивается исторической правды, а не потворствует бездоказательственной пропагандой со стороны разрешителей и Югославии, и противников веры, которую поддерживает реками сербских народов. И в передаче, которую мы уже видели, в первой передаче, мы услышали не только восхитительную любовную лирику, посвященную женщине, его жизни, его жене и супруге Елене, но и четкую позицию в отношении исторической правды. Я бы хотела сказать, что, на мой взгляд, господин Зором еще и проспятитель для читателя. Каждое его стихотворение — это некая целая история. И для читателя это начало заинтересованности во взгляде, например, на княгиню Милицу или его Кабранковичем. Прочитав стихотворение «Видел дам», вам захочется узнать о данном событии и почему оно так важно для народа, для сербского народа, для каждого серба. А выучив по строкам Зорона молитву «Святом Сави», вы, как читатель, обязательно разыщите информацию о «Святом Сави», о славах «Святого Сави», которые происходят в Серби. Еще хотелось бы сказать, что господин Зорин стал героем первой передачи и данный факт позволил нам привлечь и заинтересовать других поэтов, актеров, писателей для цикла данного цикла. И каждый раз, рассказывая о возможных сотрудничествах и участиях в передачах, я называла имя Зорона, и данное упоминание становилось для собеседников авторитетным знаком качества, знаком благородства и высокого уровня передачи. И творческие люди сразу становились нашими соратниками, заинтересованными в сотрудничестве особым. И в заключение я бы хотела задать вопрос к господину Зорину. Он касается же, в принципе, его вопросов в стихотворении под названием «Небеска Руси». В нем говорится. Целый род людский, как пожелит, да спаси веру у мощь неба, и живи зато. А можем? Если переводить на русский язык, вы, конечно, можете меня поправить, мой перевод. Но он гласит. Целый род человеческий, когда пожелает. Спасет веру мощь неба, и живет зато. А можно ли? Я не знаю, когда было написано это стихотворение, но спрашиваю настоящая лень господина Зорина. Можно ли жить так? Нужно ли жить так? Ну, вот, в общем-то, Зорин, вам первый вопрос. В преддверии второй встречи, обсуждения сборника 30 русских поэтов. Я хочу сперва выразить честь, ощущение чести, которую снова получил быть первым в нашей программе, которая уже, я думаю, станет и благодаря этими обстоятельствами, несчастными, пандемии, более-менее единственный вид знакомства и разговора. Хочу поблагодарить госпожа Ракита на том, что она как-то считает, что является какой-то мерой, образом или репрезентом сербской поэзии современной. Я знаю, что сербская поэзия в нашем времени имеет сильных поэтов, прекрасных поэтов, прекрасных переводчиков русской поэзии на сербский язык. И просто достаточно принадлежат этому обществу сербской поэзии и этому сербско-русскому поэтическому братству. А что касается вопроса, это стихотворение написано давным-давно, может быть, 30 лет назад. И я сейчас вспомнил его, и нет разницы, что касается моего этого принципа, можно ли так, как в этом стихотворении жить человек и вообще человеческий род. Но я боюсь, я думаю, что может. Это только так и можно. Верить в Бога и жить по этому принципу. Я думаю, это самый исправный путь, вид и образ жизни. Но поэт не пример хороший для успешной жизни. Так что я достаточно так осторожно отвечаю. Не рекомендую молодыми занять эту позицию жизненную. Кому она не находится в душе и сердце, он тяжело это постигает. Вообще, это, думаю, что профессия поэта, если можно сказать, может быть, лучшее слово найти, чем профессия, роль поэта на земле. Это он находится в какой-то связи между человеком и Богом. Он своеобразный священник. Он Господу объясняет человеческие слабости и просит у его понятия и прощения. А людьми пытается показать, как верить и как понять Господа. И жить по его образом Христа. Я сейчас хочу закончить этот ответ. Я думаю, что вообще центральный и главный персонаж поэзии, настоящей поэзии, великой поэзии русской и сербской поэзии 19-20 веков, это именно Иисус Христос. Его пример и его дело. И книга, которая перед нами, о которой мы будем сегодня говорить, именно основный принцип выбора авторов, которых я переводил, именно был тот, о котором он сейчас сказал. И я надеюсь, что те, которые будут читать книгу, уверятся в этом. Это мой ответ, если это можно назвать ответом. Большое спасибо, уважаемый Зоран. Очень глубокий ответ и глубокий вопрос задала Елена. И мне кажется, удачный переход к вашей новой книге «30 русских поэтов». Для вновь подключившихся наших телезрителей я напомню, что Зоран Костич – автор более 30 книг, стихотворений и пьес, а также 15 книг перевода русских поэтов и прозаиков в собственном переводе на сербский язык. Переводы Зорана Костича берут в основу при изучении в школе русской литературы. С 1990 года Зоран Костич – один из основателей общества сербско-русской дружбы. И уже во второй раз Зоран Костич – наш герой, и мы сейчас говорим про книгу переводов «30 русских поэтов». И, наверное, прежде чем перейти к поэтической нотке нашей встречи, а я знаю, что у нас подготовлены стихотворения из сборника, презентации, вернее, стихотворений, которые есть в сборнике и на русском, и на сербском языках, я хотела бы спросить. Вот вы много переводили. Уже 15 книг русских поэтов у вас написаны. Почему в 2019-2020 году возникло желание издать еще одну книгу? Каких авторов именно вы включили сюда? То есть проанонсировать список авторов? Ну, и можно, наверное, перейти уже к поэтической такой нотке презентации. Да, я хочу вспомнить, что это… Почему 20-го года, да? Почему возникла необходимость издать сборник переводов? Ведь у вас уже есть 15 книг с переводами русских поэтов. Да, я должен вам сказать, что я уже где-то более 10 лет работаю над антологией русской поэзии с 11-го, значит, от слова о полку Игореву до наших времен. Я это имею, я это закончил. Но здесь опубликовать такое огромное дело просто невозможно без авторских прав. Значит, поэти, которые включены, а их 120 в этой антологии, их наследники, которые живут в России, где-то в Западной Европе, в Америке, должны мне прислать освободить авторских прав. Я сперва включал не только свои переводы, а самых лучших переводов сербских переводчиков. Наша школа сильная переводная. Существует уже 170 лет от Пушкина, от первых переводов Пушкина, но об этом другой раз. я взял переводы, лучшие сербские переводы включил в эту антологию сначала. Вот тогда показалось, что и переводчики хотят авторские права и их наследники. Это все так усложнило, все это, то мне отказали издатели, которые искали мою эту антологию. Хотели ее, были очень рады опубликовать. Всегда русская поэзия здесь это просто считается вершиной мировой поэзии и самой близкой поэзии сербскому духу, сербскому народу и культуре. Ну вот какие проблемы возникли. И я из этих, из этого огромного материала, которым потом я всех наших переводчиков поблагодарил и сам сделал переводы лучших русских поэтов. От слова говорю о Порку Игорином до наших, до самих молодых здесь современных, которые уже поэты 21 века, некоторые. совокупно 120 поэтов. Но и это не помогло. Остались авторские права русских авторов, поэтов и их наследников. Я это не мог технически, это просто невозможно. И я тогда решил сделать книгу из 30 русских поэтов, которые не подпадают под этот закон авторских права. Я сейчас пользуюсь этой нашей ситуацией, попросить просто, чтобы между государствами Россия, Сербия, какая клаузула существовала, какой закон, чтобы освободить авторских прав именно писатели, которые входят в антологию. А пусть там остальных останут эти права, я не возражаю, но что касается антологии, это совсем другое, должно быть. Нет, такого нет. Закона, к сожалению, такого договора нет. И мы сейчас мучаемся, и вот 30 русских поэтов, это значит часть буквально этой моей антологии. Она так выглядит достаточно самостоятельно. И я здесь старался, конечно, чтобы в этих 30 поэтов как-то была полная картина поэтическая России 19-го и 20-го веков. так. Этим я руководился. Да, конечно, очень хочется, чтобы поэзия стала достоянием народа. И, конечно же, в Сербии, если востребованы русские поэты, очень хочется, чтобы школьники, молодые люди, студенты, которые изучают русский язык, которые хотят изучать русскую поэзию и в оригинале, и в переводе, чтобы они получали самые лучшие переводы. Здесь именно, извините, Екатерина, здесь авторы, которые входят в школьную программу на университете. Да, да, абсолютно, абсолютно. Для меня здесь, здесь, из этих 30. антологии. Зоран. Может быть, что-нибудь прочтем из этой антологии? Давайте. Вот я бы попросил и Елену Трепетову, свою Лену, чтобы она прекрасно говорила стихотворение. Я хочу не только ее, как здесь, качество автора, актера. Я могу должен сказать, что она очень много мне помогла на что касается чистоты перевода, точности. Там, где я, как иноязычный, все-таки, я могу знать русский язык прекрасно или не прекрасно и понимать поэзию. Но все-таки есть нюансы, которых можно только русский человек объяснить, почувствовать, перевести сербу, поэту. И не все русские. И это не дано каждому. А Лена принадлежит этими, которые я очень благодарен именно. Так что мы можем что-то... Я бы, конечно, я вспомнил, что... Для блага наших двух народов. Да. Для блага наших двух народов. Я сказал, что наша школа Сербская это отличная школа. Сильно я горжусь этой школой. Она от Полтавии Пушкиновой переведенной 1826 года. Именно существует эта наша школа. Так. Неформально, неофициально это считают началом этой переводной школы. И я из-за этого что Пушкин мне первый из детства этих 30 поэтов. Я попрошу Лену, чтобы мы сказали... А я один из самых наших любимых поэтов. Да. Вместе одно его известное стихотворение, чтобы наши слушатели и зрители почувствовали как сходность языков и удачность перевода. это... Зимнее утро. Мороз и солнце день чудесный. Еще ты дремлешь друг прелестный. Пора красавица проснись. Открой сомкнутый негой взоры навстречу северной авроре звездой севера явись. Зимское утро. Мраз и солнце день пун сия но ты спаваш друг байна устай лепото час дай северне зене сад отвори и звезда крени аврори у северни се прелись сия вечер ты помнишь в юга злилась на мутном небе мгла носилась луна как бледное пятно сквозь тучи мрачные желтела и ты печальная сидела а нынче погляди в окно у сутон памтиш буравила и магла небо узмутила отисок ночи месец блед кроз crзн се облак назираше и ти никак ласа седяше а сада приђ окну глед под голубими небесами великолепными каврами блестя на солнце снег лежит празрачный лес один чернеет и ель сквозь иньи зеленеет и речка пода льдом блестит изпод небеског свода плава снежнице тепих пресијава блестка на солнцу недоглед јасно е само шума синја и зеленјела кроз зар инја и потоп на ком цакли ле вся комната янтарным блеском озарена веселым треском трещит затопленная печь приђ приђ думать о лежанке но знаешь не велит ли в санке кобылку бурую запречь скользя по утреннему снегу друг милый предадим себе бегу нетерпеливого коня и навестим поля пустые леса недавно столь густые и берег милый сва соба ко од чилибара озарена и још нам стара весело бубња наша печь лежимо дивно али стани да је упрегнут конј у сани зар не би мила могли већ по снегу сад у зорном часу препустивши се конјском касу облетјет овај сјајни саг стићи и у те равни пусте у шуме следовскора густе на потоп мені подвеч страх я бих с вашим допустением подсказал и стихотворение чучьего великого поэта не так много переводили здесь на свет язык Злата Коцич хорош сделала переводы но это стихотворение по-моему я первый перевел когда-то благодаря Ивану Приме профессору которого мне потом услышим из его книги «Голоса сербов» она заканчивалась этим стихотворением праздник мира «Поздрав из уше браћо родна Словени били откуд год без изузетка поздрав од нас данас је славље за сав род Русија бира кога зове на праздник слоје за тај сто и знајте гости славе ове овде сте своји и на свом ту сте чак више ви код куће него где вам је кућни праг ту где је просто немогуће дићи глас туђи и туђ флаг ту где за крунуј и по данство један је јзик јзик свіх где не гледа се на словенство као на грешний сабор злих хотя враждебною судьбиной и были мы разлучени но все же мы народ единый единой матери сыны но все же братья мы родные вот вот что ненавидят в нас вам не прощается Россия Россия не прощают вас смущает их и да испугу что вся славянская семья в лицу и недругу и другу впервые скажет это я принят ступном вспоминание о длинной цепи злих обид славянское самосазнание как Божья кара их страши Свеједно што смо понесрећи дугорасу ти које куд народ смо едан тако речи све нас од ниха една груд брача смо родна а на крају то и замера свејед нам вас Русију вама не пращају не опращају ни њој вас боје се они ньма смета што породица наша зна пред сваким ліцем тога свејта стати и речи то сам я прозрешавання свевремена спрамтрага ниног огавног самосазнане нас словена прстје којим их кара Бог да Savна на почве европейской де ложь так пышно разрослась Martha наукой фарисейской двойная правда создаѐс для них закон и равноправность для нас насилие и обман и закрепила стародавнасть их как наследие славян и то что длилось и веками не истощилось и поднес и тяготеет и над нами над нами собранными здесь. Ищу болит от старых болей вся современная пара, ни тронута Косова поле, ни срита Белая гора. Давно Европа по западу, джубренем сталним врта тог, доби культуру у своем саду, право аршина двострукового. За них jednakост, закон и склад, за нас клевета, хаос, кнут. Па како тада, тако е сад и тако биће сваки пут. Све то, што вађи одвайкада, нити се троши, нити ће. Све то над нами виси сада и све нас овде притићће. Прошло се враћа сваког дана, проклећство нашег основа. Бол незараслих живљих храна, бол Белегоре, Косова. А между нас, позор немалый, славянской, всем родной среде, Лишь тот ушўл от их опалы и не подвергся их вражде, То для своих всегда и всюду злодеем был передовым. Они лишь нашего Иуду чистят лапзанием своим. Опально-мировое племя. Когда же будеш ты народ? Когда же упразднится время твоей и розни, и невзгод? И грянет клич к объединению, и рухнет то, что делит нас? Мы ждём и верим провиденью. Ему известны день и час. И эта вера в правду Бога уж в нашей не умрёт груди. Хоть много жертв и горе много, ещё мы видим впереди. Он жив, верховный промыслитель, и суд его ньяску дел. И слово царь освободитель, за русский выступит при делу. Али на жалост и на бруку. Словенство живи и не слогом, а запад, ако пружа руку, Он да је пружа само том, ко креће увек и посуда на своје, а у корист злог. Од нас, њихов је тек наш јуда, прихватају га као свог. Неслођно, једнородно племе, кад ће заиста бити то? Хоће ли и кад доћи време препорода и зренја твог, време праштанја, сћединјења, кад ће раздору бити крај? Чекамо тај дан провиђења, стићиће, душа слути, зна, баш то. У бога вера јака, надима вечно нашу груд. И поред силних губитака, гледамо напред, знамо куд. Живје све Вишњи, још не оде. И његов суд, кад кукне час, као промисли реч слободе, за руски простор даће глас. Браво, браво. Иван, ја оправдал твоја ожиданја? Безусловно. Вишње не го сја оправдал. Я думаю, что это стиховатрение необходимо, чтобы... Безусловно. Оно программное. Каждому русскому, каждой русской библиотеке, каждому русскому доме. Ну что ж, так и ест, так и ест, Зоран. И каждом славянском, каждом славянском. В советское время Тютчев стоял благодаря библиотеке поэта. Такая у нас была книжная серия буквально в каждом доме. И, наверное, до сих пор есть в каждом доме. Но, к сожалению, вот эти стихи славянские, правильно ты отметил, они и у нас как-то не очень пошли в последнее время. И нам предстоит разобраться, почему это так. Ну, наверное, я перейду к своей части выступления. Собственно говоря, оно небольшое, краткое. Многое было уже сказано. Для меня большая честь выступить рецензентом книги «30 русских поэтов». Как и вообще знать Зорана Костича и его творчество вот уже 30 лет. Мы познакомились в начале 90-х, как уже Зоран сказал, когда я собирал материал для своей книги о Сербии. Интервью, которое дал тогда Зоран, выдавало в нем не просто поэта, а лирика философа, близкого по взглядам и манере к Тютчеву, к славянофилам. Именно поэтому его интервью обогатило книгу по праву ставя Зорана Костича в ряд таких участников ее, как патриарх сербский Павел. Зоран, сочетавший творческую позицию с позицией общественной, одним из первых в обновленной Сербии заговорил о всесторонней дружбе с Россией. С тех пор прошло немало лет, и при неизменности его внутреннего креда я имел возможность и имею наблюдать непрерывный рост его и как оригинального поэта, и как переводчика. Настоящее же издание – это подлинный апогей переводческой деятельности. Книгу можно назвать хрестоматией русской классической поэзии, самым полноценным и самым далеким проникновением русской лирики в Европу. Хрестоматии, которая самим подбором поэтических имен не имеет равных не только за рубежом, но, увы, и в нынешней России. От классических имен XIX века, от Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, Фета, через поэтов Серебряного века, через Бунина, Блока, Ахматову, Цветаеву, Есенина, не минуя советских классиков, таких как Павел Васильев и Александр Твардовский, не минуя и классиков русского зарубежья Николая Туроверов, Георгий Иванов, к новейшим русским классическим именам, совершенно незнакомым южнославянскому читателю Николай Рубцов, Глеб Горбовский, Юрий Кузнецов. Зоран, конечно, поскромничков и сказал, что вынудила его ситуация создать эту книгу. Между тем, за ней стояла очень кропотливая работа, а самое главное, стояло вдохновение и творческая мысль. Вот именно в отборе этих имен. Поэтому даже без тех 120 поэтов, вот эти 30 смотрятся очень хорошо и пронизаны все единые идеи. Книга призвана внести правильный порядок, правильную иерархию в головы и сердца южнославянского читателя. Да, в общем, и в наши. Головы, которые подверглись внушениям современной критики, а точнее маркетинга. А зачастую этот маркетинг проповедуют бесталантных, совершенно блатных наших стихотворцев. Книга Костича «Пример для перестроечного агитпропа», «Укор его грантом на поддержание и укрепление позиций русской культуры». Посылаем им всегда не туда, куда нужно. Вот вам, читайте, завидуйте. Без вашей помощи русское классическое слово переводится на высочайшем уровне и пробивает себе новую дорогу к мировому читателю. В этом смысле полностью себя оправдывает строение книги, параллельный перевод, где на одном листе русское, на другом сербское. Это просто великолепно со многих точек зрения. Во-первых, автор не боится слечения с оригиналом. Он, словно хороший мастер, со щедрой улыбкой призывает читателя. Смотри, слечай и постигай, как мне это удалось. С другой стороны, русский оригинал полезен для тех, кто изучает наш язык. И особенно для братьев-славян, которые генетически чувствуют его. Мне вспоминается в этой связи один необычный поляк, с которым свела меня не литературная, а коммерческая судьба. Необычный, потому что известная польская надменность была ему абсолютно чужда. От избытка сердца говорили и не умолкали его уста. «Я до конца жизни буду благодарен своему учителю русского языка», – рассказывал он, – «который открыл для меня целый мир. Он заставил нас учить русский не для галочки, а чтобы читать Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Толстого. И когда я понял, что читаю стерилизм, и все понимаю, у меня было знамение оторвать от русских стихов и романов. Я читал днем и ночью, я и сейчас перечитываю их». Так говорил мой польский коллега, которому было по 60, но глаза его юношески сияли. И насколько нам сейчас не хватает вот таких друзей России в Польше, Чехии, Словакии, Болгарии, Сербии, Черногории, Хорватии, Боснии, Словении, по всей Европе. Книга «30 русских поэтов» – уверенный шаг в направлении подобной дружбы. Это не просто книга переводов. Это, говоря словами Достоевского, предчувствие славян русскими, предчувствие русских славянами. И я убежден, что издание в той же степени полезно и нашему читателю, читающему интерес и нужным славянам, как языку. А таких у нас, судя по порталу «Общество русско-сербской дружбы», очень немало. Порядок отбора самих стихов внутри поэтического имени тоже имеет известный уклон. Наряду с известнейшими произведениями каждого поэта, Костич отобрал менее популярные, но по теме близкие к славянскому читателю, имеющие связь с русской белой эмиграцией, которая оставила глубокий след на сербской культуре, или имеющие эпический южнославянский окрас. Так из Пушкина переведены наряду с зимним утром, пророком, признанием, известными самыми стихотворениями, «Бонапарт и черногорцы», «Молдавская песня», «Черная шаль», «Гусар». Лирику Тютчева, согласно Костички, нельзя представить, не только без умом Россию не понять, оно, кстати, прекрасно переведено, но и без стихотворения славянам, цитировавшегося, причем в обоих его вариантах, у Тютчева, как вы знаете, и одно из стихотворений славянам, и другое, ну, иными словами, или «Квацлавуганки», еще одно славянофильское стихотворение. О качестве самих переводов, о чувстве переводчикам русского языка, глубинном, разговорный язык одно, а так Зоран понимает и чувствует язык великолепно. Конечно, ему помощница Елена, но он сам великолепный знаток языка. Об этом можно говорить много, но напомню, у сербов возникает та дополнительная сложность, что слова в сербо-хорватском языке практически не имеют ударения на последнем слоге. При этом любимые размеры русских поэков – это как раз ямп, анапис, причем зачастую с мужским окончанием. Зоран же поставил небывалую цель – переводить русскую поэзию с сохранением оригинального стихотворного размера. И поражает та «легкость», в кавычках, с которой он преодолевает этот… Проблемы словно и не существует. На самом же деле за этим кроется не только вдохновение, но кропотливая и напряженная работа. Зачастую получилось вот так, что именно это тот случай, когда перевод «Конгениален» оригинал. Когда он начинает собственную жизнь. Вот здесь цитировалось стихотворение Пушкина, и я тоже его хочу просто процитировать, потому что вот строки его, действительно, ты понимаешь, что это как будто что-то новое, и в то же время твое, что ты слышишь два ровновеликих варианта. И из-под небеског свода плава, снежнице тепих пресиява, блеска на солнцу недогледа. Ясная само шума синя, и зеленьела крузариня, и поток на конца твила. Это чудесно. Человек рисует своими образами, конечно, заимственными из оригинала, но своим взглядом рисует ту же картину. Конечно, книга Зорана Костича – это общеславянское поэтическое достижение, это общеславянская поэтическая радость, наша общая радость. И, конечно, Зоран, мы будем ждать хрестоматию, состоящую из 120 поэтических имен. Спасибо за внимание. Спасибо. Это слова, которые я еще не могу так нормально перенести. Я старался сделать хорошие переводы, и это долго, и всю жизнь я перевожу. Сколько пишу свои стихотворения, я только перевожу и русских поэтов. Но чтобы так это впечатление, такой знаток получил, как Иван, и высказал его такими словами, я просто обязан сейчас от всех до конца жизни делать антологию, антологию русских поэтов. Придется, Зоран, просто придется. Вопреки всем этим проблемам. Спасибо огромное. Да, большое спасибо, Иван Федорович, за высокую рецензию. Я думаю, что книги Зорана Костича и так разбираются на книжных прилавках. Некоторые сборники даже были разграблены. Помните, мы в первой передаче этот вопрос обсуждали. Я думаю, после такой рецензии теперь и эти сборники, 30 русских поэтов придется перевыпускать и перевыпускать. И большое спасибо. Тоже хочу теперь побыстрее иметь оригинал этого сборника. И напомню, что Иван Федорович, он председатель Санкт-Петербургского общества русско-сербской дружбы, филолог-славист, преподаватель сербского языка и литературы, большой знаток сербской поэзии и вообще сербской литературы. Много написал книг о Сербии и статей о Сербии. Также сам занимается переводом. Ну и один из крупнейших деятелей в России. А я бы вот возвращаясь к переводам книги «30 русских поэтов», задумался, вот действительно реально, как нам осуществить вот эти права, приобрести с кем поговорить, то ли через союз писателей. Вообще Зоран относится к этому очень-очень-очень кропотливо и трепетно. У нас, например, выходят антологии сербской поэзии без всяких прав. То есть авторских прав никто не спрашивает на них. Да, вот антология Базилевского. Хорошая, кстати говоря, книга. Но, по-моему, никто ведь и не предъявил из сербских авторов претензий. Может быть, не так все страшно, Зоран. Надо подумать о том, что, может быть, наоборот, будут люди горды и рады, что их стихи переведены на сербский язык. Ну, из современных поэтов, да, я имею в виду. Ну, а классики... Здесь, да, Иван, я понял. Но здесь два издателя у меня, су-издателя этой книги. Хочу их поблагодарить. Это православная речь из Сербии, из Нового Сада. Известные из Сербии и Сербии и Просвета. Сами старые издатели нашего культурно-просветительского общества. Они просто имеют плохой опыт. Достаточно один автор или какой-то наследник автора, который, может быть, не знает ни одно стихотворение своего предка. Попросит эти авторские права, и все рухнуло. Готово. Суд, штраф. И дело в том, что здесь запуган издатель. Это верно. Это дело в том, а если бы существовал такой закон, такой договор официально, это бы уже облегчило все. Ну что же, между Россией и Сербией существует стараниями таких людей, как Зоран Костич, уже беспошлинное пространство. То есть в экономике шаги уже сделаны. Теперь их нужно сделать в духовном, в поэтическом плане. Ну а просто подойти теперь есть с чем к вот этим самым потомкам поэтов. Покажем им книгу 30 русских поэтов. И скажем, вы хотите быть в такой же, но только в более полной? Ну или хотите, чтобы у вас ваш отец, дед, наверное, они согласятся. Будет легче говорить. Подумают, о, какой богатый издатель. Видимо так, пусть думают. Такое красивое издание великолепное. Оценят и язык, и качество. Несомненно. Спасибо тебе. Сейчас мне облегчить много в разговоре. Объяснил эту разницу между структурой языка сербского и русского. О сложности. О сложности той, как перевести «ян» на сербский язык, например. Это самое, что делает так. Вот именно. По моему мыслению, только односложными словами можно выходить из положения. Когда мужская рифма и ударение на последнем слоге, то надо искать односложное слово. Точно так. Вы это могли почувствовать и зимний вечер, и славянам. Вот представь себе, что не чувствуют люди, а они видят только мерный ход поэзии, такой ровный, хороший. Вот в этом и сказывается и чувство, и знание языка. Подбор. Подбор великолепных слов, выражений. Это действительно, ну, не всем сейчас переводчикам, да просто, просто практически никому сейчас не свойственно. Потому что, увы, в Сербии, несмотря на великолепное знание русской поэзии, на хорошую переводческую школу, тоже идет проблема вот этой, ну, я бы сказал, деградации. У нас она еще сильнее. То есть деградации среднего читателя, среднего издателя и среднего переводчика. Это так. Да, поэтому вот Зоран, он представляет лучшие традиции классического сербского перевода и классической сербской поэзии. Ну, мы сегодня говорим, так уж случилось, о переводе, да, не об оригинальной поэзии, о переводе, но в ней тоже очень много оригинального. Спасибо большое. Это действительно знак качества книга русских поэтов, знак качества для следующих изданий. И, конечно, Зоран, мы желаем вам огромных-огромных успехов в продвижении вашего большого труда поэтического. Но я вижу, рядом с вами сидит Надежда Костич, актриса театра и кино, выпускница Академии искусств в Сербии. И я бы хотела теперь передать ей слово. Скорее всего, Надежда возьмет поэтическое слово и, может быть, тогда ответит на вопрос про своих любимых поэтов в переводе или в оригинале. И что-нибудь прочтет нам сегодня тоже из этого сборника. Есть несколько уже авторов выбрала. Она хотела нам помного больше. Она тоже имела свою, сделала определенную роль в этой моей работе. Она бдила над сербским языком моим все время. И, конечно, с улицы, из своей современности, новые слова, язык, он меняется. Он живет, он меняется. И по правилу каждого поэта великого, Пушкина, Лермонтова, Тантьючева, надо переводить каждые 30 лет. В это время что-то случилось в языке. А вот Надюха мне, благодаря своему этому слуху прекрасному и таланту актерскому тоже, она ловит этот новый язык. И мы здесь, в доме, стараемся его как-то включить в нашу жизнь. Я говорю по достаточно старым языкам. А она этим новым. И получается этот смесь, которую я... Ну, понятно, что ты рафинируешь все вот эти новые выражения. Все-таки, пропуская через поэтическую душу, ты их очищаешь, так сказать. Это да. Облагораживаешь. И вот я попрошу Надюху сказать... Иван, нас помнили, и Есенина, и сказал несколько прекрасных слов о этих авторах, которых мало знали. И у нас, а и у вас эмигрантских, великих поэтов Иванов, Туроверов. И вот, Надя, прошу тебя. Может быть, на двух языках она отлично, по-моему... Некоторые из этих языков неизвестны и русскими. Пусть она их скажет и по русскому, и по сербскому. А сейчас Есенин. Только по сербскому, это известно с всем словом, не жалею, не... Не зову, не плачу. Да, нас скажет переводи на них. Не обладим. Сверху, не плачу. Сверху, не плачу. Све чештое те успорава студ. Никад више бос нечу трчати. Саг под брезу мами узалу. И све рјеђе, ти, душе, скитаро, Распалюеш ових уста јар. Гје си, мој свјеже, а већ старо. Гје је чувства и очи ју жара. Да ли постах прескуп у потреби? Мој животе ти си или ја сан? Э, ко да ме блаженог на себи Конј пронесе кроз пролјћни дан. Сви минемо и све на свјету Сакленова лјеска лића мјед. Мреје све што би и кад у свјету. Благословен, нека је тај ред. Слиће. Да, велика ли? Велика ли? Генаде Иванов. Георги Иванов. Георги Иванов. Расије јасће, расије свјет, а може бије свје, расије вовсиње. И над него иззакат не догорал, И Пушкин на снегу не умирал, И нет ни Петербурга, ни Кремля. Одни снега, снега, поля, поля, Снега, 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 А ночь долга, и не растајет никогда снега. Снега, 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 А ночь темна, и никогда не кончится она. Расије тишина, Расије прах, А може бије, Расије только страх? Верёвка, поля, ледяная тьма, И музыка, сводящая с ума. Верёвка, поля, каторожный рассвет Над тем, чему названия в мире нет. Русија је срећа, Русија је сјај, Или је Русија само привиђаје. И над дневом сумце залазило није, И на том снегу пушки не умрије. Нема Петербурга, нити има Кремля, Само снег, снег, Земља, 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 Снег, 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 А ноћ дуга, туга, И никад да снег отопи дах југа. Снег, 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 А ноћ тако мраћна, И краја свог нема, Та ноћ бесконачна. Русија је тјац, Русија је прах, А можда Русија једино је страх. Канал куршум у тој ледлединој тумуши, И музика да се све кида у души, Канал куршум расвид, Небом сврх робије, Сврхоне за какву свјет чуње. Даме још је одну Иванова. Правија. Не Иванов са ћас. Нјет в Рајси даже драгих магил, Мођат бити си били, Толка ја забил. Нјет у Пицеробурга, Кијево, Москве, Мођат бити си били, Да забылу вы. Ні границ не знаю, Ні морей, ні рек. Знаю, там остался русский человек. Русский он по сердцу, Русский по уму. Јас лје јас њим стричусь, Ја је во пајму. Сразу сполу слова и так да наћну, Разлићајц в туманје и во страну. Русије је је нема чак ни хумки ближних, Мођата је је и било, Ја је их заборавих. Нема Петербурга, Кијева, ни Москве, Мођата је било, Заборавих посве. Ни граница не знам, мора, ни риека. Знам оставих там русского человека. Руси он и срцем, Руси и памятью. Сретнем ли га? Намах я с вами разумею, само что прослови. И одмах ćу моть и негову землю да назрем у ночи. И вот я это сейчас подведу все это к итогу, свое обращение. Я прочту Николая Туроверова. Уходили мы из Крыма среди дыма и огня. Я с кормы все время мимо своего стрелял коня. А он плыл, изнемогая за высокой кормой. Все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою. Конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Мой денщик стрелял не мимо, покраснела чуть вода. Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда. Уходящий берег Крыма. Мой денщик стрелял, верю мне, другар мой. Гимнон в эмиграции. А я как-то получил сборник. Давным-давно, с 72-го года, еще не зная, какой этот сильный поэт, поскольку тогда скромно знали его. От настоятеля русской церкви, почившего Виталия Тарасьева, в 72-го года получил этот сборник. И от известного нашего профессора и русского эмигранта в Сербии, который жил, Петр Митропан, пушкинолог, он был пушкиноведом известным тоже. И другом Туроверова он был. И он мне рассказывал про него. И вот, может, могу вам, Екатерина, сказать, а почему 20-го года? Да, вот, 20-го года занялся переводами Туроверова. И, может быть, будет, здесь есть вот где-то 15 стихотворений. Я хочу и сборник Туроверова дать издательству через месяц-два. Он классный поэт, это великый поэт просто. Как и Иванов. Но Туроверова, он какое-то время жил ведь в Сербии в эмиграции, да? А потом во Францию уже. Он убил лес. Да? Здесь не написал ни одну строчку, ни не написал. И никто не знал, какой здесь великий поэт, патриот русский, офицер, полковник. И только он Пётру Митропану своё богатство отдал. Всё, что имел. А это была печатная машинка. Она здесь у меня, в доме. Я не могу. Она весит 22 килограмма. Роял. Большой. 91-й год. И просто не могу её поднять. Я уже... Он был молодой и сильный, когда я её таскал через границы, через Крым, через Турцию и Сербию. И здесь она как реликвия у меня здесь, в доме. Пётр Митропан, профессор, это отдал мастеру, чтобы ему и сербские буквы в эту машину как-то добавили. Она в этом виде существует. Вот так. Зоран, в общем, ты хранитель традиций. Хранитель традиций, в том числе и русских. Но я хочу сказать, что, может быть, не написал Туроверов ни одного стихотворения, но он был в составе, скажем так, Союза русских писателей в Сербии. Я сейчас не точно помню, как назывался этот Союз, но они сплотились в небольшой кружок и вот назвали его Союзом русских писателей. Так что, наверное, что-то в нём уже зрело, а вылилось уже потом, уже во Франции. Да, наверное. Наверное. Но здесь как-то следов нет, что его творческих. Я старался найти, не нашёл. Может быть, Клиса на деревьях записывал стихи. Ну, Зоран, мы же понимаем, что вот 20-й год Крым, вот он пишет, несколько стихотворений у него посвящено Крыму, уходу из Крыма. А в 21-м году он уже в Сербии. То есть через Турцию, да, вот эти люди... Какое богатство, что они вывезли? Да ничего, большинство ничего. Разве что везли землю. Вот некоторые казаки, просто родную землю, в мешок куда-то вот, горсть или несколько горстей, возьмут и повезут с собой. И вот на такой земле ты меня поправишь. Если я, может быть, ошибаюсь, но мне рассказывали, что вот русская церковь в Белграде, которая за церковью Святого Марка, она вот на такой земле построена, на русской. На русской земле. Эту площадку, конечно, подарил русским, это русская территория, король Анатолий Крым, как и русский дом культуры, центр культуры Белграда. Но на русской земле она строена. И тогда, этих 20-х годов, скажу, и не буду вас больше этим утомлять, каждый четвертый житель, гражданин Белграда, был русский. Каждый четвертый. Так что, не случайно, это просто, у сербов есть пословица, как это перевести, Иван? Ну, перевести так, пока у одного не смертнется, у другого заря не взойдет. То есть, когда у кого-то плохо, где-то вот будет хорошо. Кому-то, да? У сербии получили культурную эмиграцию русскую здесь. Да, безусловно. Дали ей крышу как-то и обнятие, и братское. Они жили здесь, как и мы, сербии. А духовную эмиграцию, если возьмем, да? Антоний Храповицкий один, чего стоит? Создатель русской церкви за границей. Театр, балет, школы, и все это у нас на высокий уровень тогда. Благодаря русскому. Это верно, это верно. Но никто, кроме сербов, и не мог бы так приютить русских, чтобы они раскрылись во всех вот талантах. В итоге, они ведь кто остался? Они раскрылись. Они стихотворения печатали, фильмы снимали, архитектура Краснов, как он здание Скупщины спроектировал, а церковь еще раз скажу. Вот в Сремских Карловцах и родилась вот эта заграничная церковь, как бы автономная от русских, но она не разрывала с ней связи. Они себя считали вот именно русскими. И, кстати, многие вернулись после победы нашей во Второй мировой войне, когда изменилось отношение к церковным, да, вот, служителям. Вернулись. И я вот помню, нас учила Нина Ивановна Сокталь. Уже такая старенькая в университете, да. А она, дочка, была вот именно настоятелем этой церкви русской. Вот он вернулся. Он, кстати, вроде бы белый эмигрант, должен ненавидеть советскую Россию. А встречалась в 44-м году наших солдат с хлебом и солью. И все прихожане выстроились вместе с белградцами. Вот в Белграде они встречались с хлебом и солью. А дальше судьба его какая? Он вернулся с семьей в Россию. И стал митрополитом. То есть, стал монахом, семью, так сказать, оставил. Вот. И стал митрополитом. То есть, он достиг высоких степеней в церковной иерархии. Это одна из счастливых, скажем так, счастливых судеб эмигрантов. Да, да. Редких. Точно. Да, интересная беседа не только о сборнике, но и о каких-то исторических событиях, которые про неразрывные связи России и Сербии и про схожесть души, наверное, русского и сербского человека. Почему и слова откликаются, что на сербском, стихи откликаются, что на сербском, что на русском. Практически одинаково. Может быть, подведем какой-то некий подыток. То есть, я предлагаю сейчас рассказать нашим зрителям, какие именно поэты вошли в этот сборник. То есть, перечислить всех 30. И я знаю, что еще подготовлены двуязычные стихотворения. Может быть, тогда продолжим? Можно, конечно, если есть возможность. ждем еще стихотворения. сторон. Давайте еще несколько скажем поближе к нашему времени. Может быть, давайте из этого, из этого, из этой эмиграции вернемся в Россию, Советский Союз, тогда, вернее. Это я предлагаю вам сказать стихотворение Марине Цветаевой Сын, Свою Страну. В край всем краям наоборот. Куда назад идти? Вперед. Идти, особенно тебе, Руси невидавшее, дитя мое, мое, ее, дитя, то самое былье, которым порастает быль, землицу, стершуюся в пыль. Уже ли ребенку в колыбель нести в трясущихся горстях? Русь это прах, чти этот прах. От неиспытанных утрат иди, куда глаза глядят. Всех стран глаза, со всей земли глаза и синие твои глаза, в которые гляжусь, глаза глядящие на Русь. Да не поклонимся словам, Русь прадедом, Россия нам, вам, просветители пещер, призывные СССР, не менее во тьме небес, призывные, чем СОС, нас Родина не позовет. Езжай, мой сын, домой, вперед, свой край, свой век, свой час от нас, в Россию вас, в Россию вас, в наш час страну, всича страну, в намар страну, безна страну. Стихови сину, ни ка граду, ни ка селу, иди, си, на својој земљи, крају нас прам сваког краја, куда назад, само напред, иди тамо пре свих, ти и баш, ка Руси коју не знаш, дете моје, моје, њено, дете, млазо нараштаја, никлог изнад старог сјаја, грум, земљце ју прах смлејен, докад чеду на колевку да приноси прегршт у страх, прах Русије, поштуји тај прах. Од незнаних губитака, иди, где сад пада зрака, земљских и твојих зена, зена, где се наднесена, ја огледам док ти модре на Русију зене мотре. Не, Русија нису слова, старих стара, нових нова, да, трибуни, тај ваш пештер, крилотица СССР, није мања од СОСа, кроз бескрајну ноћ небеса. Нас, родина, неће звати, сине, кући, немој стати, своме крају, у свој век час, Русији вас, маси од нас, у наш час, у земљу сеј час, на Марс земљу, земљу без нас. И ја бих... Браво, Зоран. Вот вам известно, искатворение, я просто, очень сложно. Здесь, конечно, жалко, что потом мы скажем, прочитаю, как если поэты здесь... хорошо бы было всех прочитать, но это невозможно. Конечно, берем... Я прошу Лену, найдем... Десмане известных нам, Сербии, а может быть и Россия, не так часто, не из этой первой волны поэтов. Я бы попросил, поскольку поэты-фронтовики, их поэзия, по-моему, это одна из... своеобразная... своеобразная часть великой русской поэзии двадцатого века. Сам Бунин, например, из эмиграции сказал, что это, наверное, продолжение золотой этой нитки из девятнадцатого века. Имел ввиду... Имел ввиду... Твардовского и Тьоркина. Я не буду читать... Это, поскольку это длинно, здесь находится. Это переведено великолепно. Это, может быть, самый удачный у меня перевод. Самый лучший вообще в Сербии перевод современного русского поэта. Это... Но я, может быть, сейчас... Давай скажу тогда несколько этих... Из его... Из переправы. Из Василия Тьоркина. Прелаз. Прелаз. Без края реком. Две обале. Та и преко. А снег шмиргла, крти лет. Помят неком, слава неком. И ко то не муг, тай ред. Не наруши крик ни след. Мночу први из колоне, сламаючи лета под, укрца се на понтооне први вод. Укрца се и одрази. Крену други вод за ньим, тиху Сен се преобрази, тречи одмах за другим. Низ плавого, низ понтона, один-други леден звон, звон-метални из бастона, как когда пуца кров и плутают некуд борцы, байонете скрива мрак, одедном сви зрели момци, некодруги од них свак. Одеднам пут и не личе на наше, а сваки знам, сви из неке теже приче, сви вредни, сви приличе и ближити, но предан. Поглед нихов све открие, наш регутни наращтай, оженен је или није, потшишани народ тај. Било како било, момци живе, навикли на рат, ко њихови некад оци, двадесетих, они сад. Превалјају пут потреса, ко што га пре века два, тада испод само креса, прорђе младост предачка. Често крај тих вихор чела, крај очију дечачких, смрту боју мине стрелна, хоће ли и сад крај нјих? Боре се, полегли с веслом, сохом, дугом, припростром, а хук воде од њих десно, из теснака под мостом. На сред стаде да јих бака, и заноси колоплет, а све хући од теснака, вода просто дроби лед, испод моста урушеног, пени се ковитлац зли, а вод први, када ено, већ обали прилази, позади рукавац теће, наоколо смркло све, от крика је вод, отсечен, од помоћи тими пре, и црни се назубљена, тамо за видих цртом, недоступна, натмурена шума над водом црном, прелаз преко, прелаз преко, а обала десна зид, траг крви, ноћни реком, ка мору ће у безвид, а шта би, из таме хладне, светлосни, светлоносни груну топ, ноћ расцепи, косо паде, на рукавац речни сноп, истом палљба диже воду, с понтонима, све у стуб, подшишаном нашем воду, паклен доћак поче ту, и одмах, у сјаји крос мину, оцрта се адско зло, видело се како гину, живи, тонући на дно. Это просто, и ја хатјел, може би, сказати с вами, дјета, в этом духе, в котором начал, со временем наш поэт, нашего времени, к сожалению, он между нами уже года два нет, петербургский, петроградский поэт, Глеб Горбовский. Глеб Горбовский. Да. Хочу попросить Лену сказать это стихотрение по русскому, а я потом свой перевод скажу, и, може би, пройдем на какую-то другую тему. Так, Глеб Горбовский. Ругать Россию модно, дозволено в верхах, на сцену выйдет морда и роется в грехах. Тот стихотворец светский сегодня кроет Русь, кричит, что он советский, не русский, ну и пусть. Не всякий может сыном остаться в пляске дней. За что же он Россию? За то, что дышит в ней? Для нас Россия — это как в сердце жизни гул. Кто из больших поэтов хоть раз ее легнул? Державин, Пушкин, Тютчев, Есенин или Блок? Лишь барзописцы сучьи, что лают под шумок. Они земли не делят на гнезда, шар и ша. Но даже в бренном теле есть мясо и душа, седалище и очи, слеза и пот, не счесть. И хочешь или не хочешь, но и Россия есть. Пусть в обновлении в ломке, но Русь как свет в заре. И что эти баллонки, что лают при дворе? Русью псую. То есть мода. У свако изгоди и посуда. На сцену ступи некий глодар и запьянуша от покуда. Онај стиховник, билосвјетски, од Русије се склоз огради, вриштећи да је син Совјетски, да ние Рус. Шта да се ради? Не може ни син бити свако. Није ни добро, то шта више. Али Русију што онако? Зато што у њој ваздух дише? За нас Русија то је дика и срцу оно што је нужно. Јели кад ико од пјесника великих ишта о њој руђно? Дјержавин, Пушкин или Тјучев? Сергеј Јесенјин, да блок није, да брзописац пламен суће и лаје да га чује свјет. Та сорта земљу уцијело љуби, а своју, ах, Бог с њима. Али ју гњилом чак тјелу још има меса, душа има, страђњце има, очниг зјена, суза и зноја, али није низаког тайна, спора нема, још увјек и Русије. Макар колике, вјечна луча, Русија сија као зора, и баш је брига што та куча лају под столом тудје двора. Дякује. Спасиба баљшо, Зоран, спасиба, Јелена, дјействительно, замечательный набор переводов и текстов русских поэтов, и не менее хорош перевод у Зорана Костича. Я вижу, что у нас осталось семь минут прямой трансляции, поэтому, уважаемый Зоран, я передаю слово вам. Может быть, у вас есть какие-то слова, напутствия к нашим зрителям, которые сейчас нас смотрят, и темы, которые мы сейчас не подняли, не раскрыли на нашем эфире. Я этого всегда как-то отклоняюсь от этой возможности. я, чтобы кому какие советы давали, или что, нет. Просто могу обратиться к поэтам России, которые с многими я знаком, и большинство я знаю творчество, особенно благодаря этому своему работе над антологией. Я думаю, что сегодня в нашем континенте европейском поэзию все меньше и меньше пишут. Она сохранилась в России. Русские поэты пишут, пишут сербские поэты. На Западе эта кризис огромная. Имеют достаточно хороший увит в это, что там происходит. Это просто там язык отвернулся от литературы, от поэзии. Он больше не служит литературе. Он служит чему-то другому. Какой прагме, какой практике, каком техническим достижениям, все это политическом, политической жизни. Но его роль, которую имел веками Западной Европы, он потерял. я это особенно достаточно хорошо видел на этих конгрессах переводчиков русской литературы. Мы встречаемся и в Москве, и с вами познакомились с Екатериной на таком одном мероприятии в Словении, в Греции, туда-сюда. Главная проблема самих известных переводчиков русской поэзии на западноевропейских языках именно то, что они не могут больше на своих языках показать величие особенно классической поэзии русской, славянской вообще перевести Пушкина, Лермонтова, Тючева на английский, французский, итальянский это просто невозможно. Негоша нашего сербского или Мицкевича польского там им просто должны верить, что это великие имена, что это великие писатели, великие поэты. Поскольку эти языки там исчерпали, они там веками рифмы пользовались рифмами и даже когда писали своих рыцарских романов. Восемь веков. Я сейчас, может быть, мы уже и сами с вами и Катерина об этом где-то на трибунах разговаривали. Кто может нас помнить последних сто лет, кто написал стихотворение великое в Западной Европе на любом из их языков рифме. Такого стихотворения нет. Этого нет. Верлибе это не тренд, это не новая жизнь поэзии, это смерть поэзии. Они принуждены на верлибе, поскольку у них не получаются рифмы. Их больше нет. Возможности нет. И это, к сожалению, намного навредило сердской поэзии. Шло в нашу поэзию где-то в 60-х годах и в русскую поэзию. По-моему, это была предшественница глобализации. Надо было уничтожить традицию, традициональное выражение, подлинную поэзию, литературу сербскую. О ней сейчас говорю. Наверное, и в России так. Здесь мы как народ с каким-то рефлексом историческим принуждены поворачивать голову то на восток, то на запад. Мы это здесь к сожалению у нас Верлиб преобладал. Он взял большой позиции нашей литературы в лектиру школьную. Очень единицы буквально сохранились этот факель, который связал нашу традицию с современным стихом, со временем поэзии. Это были просто Матия Бечкович, это Сема Раичкович. Просто я их могу перечислить на пальцах одной руки здесь у нас. Слава Богу, в России этого больше было. Таких примеров традициональной и великой русской поэзии. Вот здесь у меня Рубцов и Кузнецов Юрий, представители такого направления и их много их следственников в самом хорошем смысле этого слова пишут сегодня русскую поэзию, русский стих. И я им просто благодарен, что не позволяют чтобы перекратилась эта богатая золотая нит русской славянской православной поэзии. Большое спасибо. Мне кажется, замечательное окончание данной встречи с Зораном Костичем. Такое некое напутствие. содержательное слово о поэзии. Я хочу поблагодарить всех сегодняшних участников, прежде всего вас, Зоран, за то, что вы согласились сегодня принять участие, еще раз поздравить с выходом книги. Надеюсь, скоро ваша книга появится и у нас в России. Я хочу поблагодарить Ивана Прима за участие, за замечательную рецензию. и сегодняшнее выступление. А также Елену Трепетову и Надежду Костич за птение стихотворений на двух языках для сегодняшней передачи. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, Екатерина. на такие возможности видеть своих близких и поговорить. Да, от всего сердца благодарим вас, уважаемый Зоран. Если вдруг у телезрителей возникнут вопросы к нашему гостю, к поэту Зорану, Костичу, либо к Ивану Приме, вы можете написать на адрес Центра Славянских Культур и вопросы мы обязательно передадим нашим гостям. Мы желаем вам хорошего вечера, всего доброго, до новых встреч, до новых презентаций ваших книг и переводных изданий. Всего доброго. До свидания. До свидания.